Сквозь отверстия в стене видно ковер, который висит в другой комнате. В таких условиях люди живут с 2015 года. Тогда в подвале прорвало трубу с водой и размыло грунт. Полы начали проседать, а затем разрушаться стены. Вот эта стена, через нее я могу просунуть палец. Этого всего не было. Это все образовалось буквально за несколько лет. То есть, когда мы делали ремонт, это всего не было. И вот эта стена, она объективно падает вот сюда вот. Причем полностью. И с каждым разом мы приезжаем и видим, что больше и больше. По словам жильцов этого дома, разрушение есть во всех квартирах первого этажа. Помимо трещин в стенах, разрушается кирпичная кладка под полами. Поэтому в квартирах опасно ходить. По словам жильцов, на момент аварии за состояние дома отвечала жилищно-коммунальная служба. Людям пообещали провести ремонт. Затем на смену ЖКС пришла управляющая компания. Прошли годы, но ремонт так и не был сделан. В попытках решить проблему люди обращались в разные инстанции, но это не помогло. Тогда был ЖКС. ЖКС обещали все сделать, но после, буквально на следующий или через год, наш дом переходит в управляющую компанию. С управляющей компанией очень долго переписывались. Также жилы инспекции переписывались очень много. Последнее письмо было в прокуратуру. Ну, везде одни и те же ответы. То, что, грубо говоря, никто ничего делать, я так понимаю, не собирается. Жители просят ответственной организации обратить на них внимание и помочь в решении проблемы. Никита Галочкин, Дмитрий Лукин, СТВ.